Здравия, друг! Я Сергей Рат и это проект «Как платить кредит». Я решил делать короткие видеоответы на вопросы подписчиков, потому что их очень много и, как правило, они однотипны. Вопросы я буду выбирать в случайном порядке, исходя из их распространенности и чистоты. Видео будут не очень подробные и проработанные, потому как на скорую руку, только лишь для того, чтобы убрать страх и панику людей и дать понять, что всё не так уж плохо или предостеречь о чём-то. Но впоследствии каждая тема будет подробно проработана в моих инструкциях и будут соответствующие видео на этом канале, поэтому подпишись, не забудь. Итак, я сегодня открыл группу ВКонтакте и там первый вопрос вот такой. То есть у человека возникла ситуация, когда платить кредит нечем, банк подал в суд, выиграл суд, получил на руки исполнительный лист, предъявил судебному приставу, судебный пристав открыл исполнительное производство, дал срок для добровольного исполнения, должник его не выполнил и не погасил долг, пристав начал принудительное взыскание, поискал имущество и источник дохода, ничего не нашёл и закрыл исполнительное производство, потому что взять с должника нечего. И такое бывает достаточно часто, потому что уж очень много неплательщиков кредитов в этой стране, нас уже 50 миллионов. И у судебного пристава исполнителя в работе находится гораздо больше, чем 1000 должников. Естественно, наибольшее внимание судебные приставы уделяют должникам по алиментам и по оплате компенсации вреда причинённого здоровья. Ну это, например, если был ДТП, были пострадавшие и страховки не хватило, чтобы компенсировать ущерб. И таких должников гоняют и устраивают показательную казнь над ними. И даже заводят уголовные дела и отправляют на лесоповал, потому что есть 157-я статья Уголовного кодекса, предусматривающая исправительные или принудительные работы на срок до одного года, арест на три месяца или лишение свободы на один год. И всё, что мы видим в новостях, когда должников садят, ломают двери, разыскивают, это всё не касается тех людей, которым нечем платить кредит, помни об этом. И далее судебные приставы закрывают исполнительное производство и возвращают исполнительный лист обратно взыскателю, то есть банку. Это происходит, когда у них очень много висяков и когда они хотят исправить статистику. Оснований для этого несколько, но я разберу конкретно то, что указал Сергей в своём вопросе. И четвёртый пункт первой части статьи 46 Федерального закона об исполнительном производстве гласит следующее. Здесь, по-моему, комментировать особо нечего. И, кстати, друзья, рекомендую почаще открывать этот закон, если есть вопросы по судебным приставам и по их работе. И это несложно сделать, просто набрав в поиске. Ну а если ничего не хочешь искать и хочешь готовные халявные инструкции и шаблоны документов, милости прошу, они есть бесплатно в закрытом разделе сайта «Оживаем». И ты можешь получить доступ туда в пару кликов. Но мы поняли, что исполнительный документ возвращён, ну а что, собственно говоря, дальше? И тут есть несколько вариантов, и я буду перечислять от самого вероятного к менее вероятным. Первое, что сделает банк, это переуступит долг по договору сессии коллекторам. Или даже предложит самому должников выкупить его долг, как мне предложил когда-то ВТБ-24 выкупить долг за 10%. Да, коллекторам тоже могут продавать после суда, и делается простая замена взыскателя, и вместо банка становится коллекторское агентство. И далее уже коллекторы будут взыскивать, но подчёркиваю, законными методами. То есть они также могут предъявить этот исполнительный лист судебному приставу. Ну и второе, что может сделать взыскатель, то есть банк или коллектор уже, если первый пункт сработает, это предъявить исполнительный документ судебному приставу на взыскание вновь. И это он может сделать в течение трёх лет. То есть он будет сидеть в кустах спокойно и ждать, пока ты расслабишь свои булочки. Зарегистрируешь машину, или может быть купишь байк, или устроишься на хорошую официальную работу, и потом отнесёт этот исполнительный лист обратно к судебному приставу. И всё начнётся сначала. И об этом я уже рассказывал немного, когда я говорил в своём видео о том, как нам помогают решать вопросы с судебными приставами. Если ты забыл, посмотри ещё раз. Третье, что может сделать банк, он просто спишет твой долг по кредиту на финансовый результат и признает убыток. То есть твои долги по кредиту спишутся, но тебе придётся заплатить налог на доходы физических лиц. И об этом я уже говорил как-то в одном из своих прямых эфиров в Перископе. Это, конечно, из разряда фантастики, но банки частенько списывают долги проблемные в конце года, когда хотят подправить и почистить свой балансик. Короче, ты понял, что расслабляться в этом случае нельзя, как, впрочем, и всегда в жизни. И о том, как узнать, когда можно расслабляться, я попробую снять одно из своих видео, но это будет не скоро. Ну а пока сиди на попе ровно, ну и ставь лайк, что застыл-то. И напиши обязательно в комментариях, какова была судьба твоего долга по кредиту, когда твой исполнительный лист был возвращён обратно в Заскателю. И исполнительное производство было закрыто, но я думаю, это будет интересно всем. От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснётся, поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся. И такди, 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 такди. Ну и как всегда, добра и бобра тебе, пока, дружи. Короче, ты понял, что расслабля... Угодите отсюда. Угодите отсюда. Субтитры сделал DimaTorzok